что друзья всех приветствую завтра у меня день рождения мне будет 32 года и мне есть что вам рассказать я думаю что как и многие из вас за несколько там буквально дней перед ним рождения мы немного замедляемся уходим в так называемую депрессию перед ним рождение и ты начинаешь проводить на определенный анализ а что было сделано там за предыдущий год все ли цели ты реализовал ко всем ли целям пришел и ты вот начинаешь анализировать понимаешь что в целом там ну как бы все норм что-то получилось что-то не получилось это как бы естественно и нормальный процесс конечно же ты мог бы прийти к этому лучше быстрее комфортнее возможно прийти к большим результатам и масштабам особенно в дамы когда заходим в этот инстаграм до запрещенного российской федерации мы понимаем что отовсюду все такие супер успешные прекрасная жизнь автомобили квартиры с панорамными видами отдых не несколько раз в месяц яхты кортье то есть все короче все как положено в целом как бы я на жизнь типа не жалуюсь все нормально но я открываю и смотрю думаю блин вот есть люди у которых жизнь на другом уровне и ты начинаешь в этот момент жестко обесценивать свои успехи и достижения и вот наверное посыл моего этого видео это в том чтобы вы вспоминали что вы уже что-то в этой жизни сделали хорошего и положительного то есть у вас уже есть определенные победы у меня вот сейчас идет обучение на курсе блок стоматолога у нас есть там чат с врачами и у нас был на днях получается созвон и все как один вот все они говорят о том что вот нас очень тормозит вот идея снимать контент то что мы боимся что что-то мы скажем не так где-то мы словим хейт какое-то недобрение от коллег все это можно объединить одним словом это это неуверенность она может быть из разных как бы от разных причин но очень часто получается что мы вот мы когда наблюдаем за контентом других людей которые все супер успешные опять же в инстаграме все супер успешны мы забываем вообще кто мы вообще про что мы а какой путь мы прошли вот к этому после моменту да и я даю такое важнее задание на курсе могу его дать вам вот когда вы не уверены в чем-то вы берете просто листочек бумаги и пишите все свои победы и достижения к сегодняшнему дню у каждого из вас они есть нам например там вы поступили в медицинский вуз это уже достижение поверьте многие не поступили кто хотел но например но не получилось там не прошел по баллам не было денег чтобы заплатить за контракт банально вот из предыдущего поколения и еще старше поколение стать доктором для многих людей это по это была мечта то есть это была супер престижная профессия и бы и сейчас надо как бы считается престижная классная профессия то есть вы человек с высшим классом образованием испытываете уважение стороны вот вот не знаю банальный я куда не приду если скажу что я стоматолог все таки вау прикольно вау круто то есть это не какой-то там опять же не хочу обижать другие профессии но всегда когда вот из ты закончил вуз именно именно медицинский да то есть если что врач все таки вау ничего себе то есть все понимают что это очень сложное образование и у вас уже есть победа например вы поступили вуз это победа многие люди не поступили потом вы закончили вуз это еще больше победа потому что многие многих очислили многие этот путь до конца не дошли а вы стали доктором вот стать доктором поверьте это мечта многих людей но далеко не у всех по разным причинам это получается поэтому здесь не нужно обесценивать то есть вы когда выходите в в тот же инстаграм у вас уже вну бы минимум закончили профильный вуз то есть все что вы скажете это уже экспертно потому что ну вы же ходили на обучение вы же слушали все что вам на парах там рассказывали вы читали книги вы сдавали эти экзамены то есть вам выдали диплом который подтверждает что вы эксперт в области медицины и когда врачи и вот еще врачи с большим опытом когда не вот перед камерой они садятся потому что эти вот у них все есть компетенция опыт огромный багаж знаний у них классная речь в жизни они круто выглядят банально у них есть все финансы нам поставить классную камеру поставить оборудование звук все круто можно сделать и включается камера все человек поплыл он сам себя сковал вот это неуверенность понимаете ты думаешь блин да как так ты врач ты человек у которого должен просто выйти stories и просто разнести всех этих блогеров которые имеют без медицинского образования рассказывает про медицину за тобой твердый продукт твердый опыт и реальный жизненный опыт работы с пациентами ты не просто блогер который почитал какую-то там не знаю типа статью какой-то курс прошел и и рассказу про там про здоровье какие-то рекомендации дает да вообще что за бред путь врача очень сложный и часто мы себя вот сами себя сковываем вот такими вот историями что то есть мы сами себя погружаем в неуверенную получать среду кстати вот на созвоне все как они сказали что мы боимся осуждения коллег то есть вы понимаете что происходит то есть мы сами своими же руками сами себя гасим понимаете вместо того чтобы мы все объединились и поддерживали друг друга потому что мы все плывем в одной лодке да мы все врачи даже наоборот поддерживать друг друга а мы пытаемся что-то как-то писать какие-то хейк ну типа хейк какой-то как-то обесценивать коллег да ну вы чё блин но 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 это на тоже смешно это как прошлый век то есть мы должны вместо того чтобы как-то вместе всем собраться и подсказывать друг другу что делать какие-то идеи понять что мы все несем одну миссию помогает людям как можно большему количеству людей никто ваших пациентов никто не заберет поверьте в мире столько людей вам не хватит физически времени чтобы всех их принять на каждого врача идут свои пациенты и мы вместо того чтобы как-то друг другу поддерживать да мы начинаем что-то как-то что-то между собой там типа делите да и хотите даже не не про то что чтобы делить а здесь просто про то чтобы выплеснуть какой-то свой хейт свой негатив свой свою как бы ну не несостоятельность и нереализованность в жизни мы выплескаем на коллег понимаете то есть думаешь блин что за бред поэтому кстати если вы еще не на курсе бог стоматолога вот мы собрали в чате людей которые движутся в одном направлении то есть там вам плохого слова никто не скажет то есть я это все контролирую потому что неважно создать определенную как бы среду максимально экологично чтобы мы друг друга поддерживали поэтому если вы еще не с нами на курсе милости прошу все ссылки будут в описании приходите там и много видео уроков и вот ну и в процессе уже обучение потому что самое ценное на этом курсе это вот этот чат с докторами потому что потому что в одиночку ну там ты посмотрел видео уроки да так вот тут все я зарядился пошел снимать stories снимаешь думаешь ну что за бред то есть думаешь то есть ты не можешь объективно какую-то оценку дать потому что мы всегда обесцениваем себя вот поэтому всегда если есть люди которые вас поддержат если есть сильное окружение которое на этом курсе мне удается создавать вот мы всегда растем в окружении в разы быстрее поэтому точно не на курсе приглашаю вас приглашаю сюда вот и одно получается из заданий которые я даю на курсе и сейчас вам я расскажу то есть когда вы ловите какой-то момент неуверенности да например вы смотрите на других и у всех такая жизнь вся прекрасная супер люксово всех все получается а у вас там типа самооценка если взять список всех людей и вы там где-то вот на последних короче местах вспоминайте про свои победы то есть опять же поступили вуз закончили вуз в целом вы продолжили путь в профессии потому что многие вуз закончили получили свой диплом все показали родителям получил диплом но там идти стоматологию на медицину нам сложно то есть нам страшно пациентов там не знаю то есть мы что боимся мы или это вообще все не наш то есть люди уходят с вот этого пути а вы остались вы начали принимать своих пациентов читаете литературу вы ездите на мастер-классы то есть вы постоянно учитесь развивать это же плюс это вам плюсик к самооценке то есть вот например вы на какой-то курс поехали это вам плюсик перед теми кто не поехал потому что поехать на обучение это определенные финансовые вложения да и вы получаете опыт то есть вы уже на одну ступенечку стали выше чем врач который не поехал то есть это уже к вам в копилочку к вашей уверенности вы вышли замуж вы женились у вас у вас появились дети это достижение это блин достижение то есть вот эти все цацки это конечно все прекрасно но счастье то ну она же вообще не в этом есть вещи которые вы не можете купить за деньги и почему-то мы стали сильно как-то обесценивать фактор классных взаимоотношений с друзьями с семьей с детьми понимаете то есть мы ушли как в какую-то бесконечную погоню за финансами которые по факту не стоят ничего счастье она же она же в одну не в плоскости финансов идем дальше например вы клинику открыли или вы собираетесь открыть там то есть но это же уже то есть ваша жизнь сегодня она ну вот то что для вас просто базово это для многих может быть жизнью мечты я больше чем уверен что и для вас вот вы бы когда были в старте своей карьеры там было со мной пять лет назад 10 лет назад вспомнить вспомнить что то что вы имеете сегодня вы когда-то об этом мечтали понимаете поэтому главный посыл наверное вот этого видео которое сегодня решил вам записать в том чтобы вы не обесценивали тот путь который вы прошли за свою жизнь потому что вся история с инстаграмами социальными сетями то есть мы очень часто начинаем сравнивать себя с другими людьми не зная что там на самом деле потому что у каждого понятно что свой путь у каждого своя история мы все стартуем из разных позиций и банально очень часто здесь всякий фейк вот это тоже нужно понимать у каждого человека есть в определенной степени перекос в какой-то из своей жизни там если у тебя все хорошо с финансами скорее всего тебя не все супер в семье и таких примеров но типа множество в инстаграм люди выкладывают только то что хотят выкладывать но как бы инстаграма такой способ своего самовыражения и демонстрация своей значимости вот если у вас все плохо вы не будете это выкладывать в социальной сети понимаете вот поэтому здесь очень важно вот не погрузиться вот в эту гонку и вообще перестать себя сравнивать с другими людьми потому что опять же как мы сейчас мы живем вот сейчас в материальном мире где супер дешевые деньги супер дешевые кредиты не в том плане что ну типа супер дешевые даже а в том что их очень просто взять вот и мы смотрим на вот эту красивую жизнь а в реальности может быть все совершенно не так возможно вы смотрите думаете блин я вообще нахожусь на очень плохом уровне а на самом деле все может быть с точностью до наоборот то есть здесь может быть просто картинки поэтому главный мой посыл это не не обесценивайте себя сколько бы лет вам не было в каждом периоде жизни есть потрясающие моменты вот не нужно ждать чего-то вот идеального момента чтобы начать движение к жизни своей мечты вы студенты вы думаете вот я когда стану большим там до закончу вуз вот тогда начнется настоящая жизнь живите здесь и сейчас у вас уже здесь сейчас есть огромное преимущество очень много преимуществ по сравнению с более взрослой жизнью и также наоборот на например если вам там не за 50 лет 60 лет и вы думаете блин дает все уже что там я уже да у вас тоже есть опыт и определенные преимущества перед теми кто помоложе то есть сравнивайте себя с самим собой там год назад пять лет назад и не ориентируясь на других людей и всегда нужно фокусироваться на хорошем быть оптимистом находить самое положительное говорится красота в глазах смотрящего я говорил уже на одном из своих вот интервью давайте повторю здесь да что нужно радоваться каждому дню и в своей жизни то есть вы проснулись вы сегодня не умерли значит у вас есть возможность стать тем человеком которым вы хотите стать поэтому не нужно обесценивать то что у вас есть вот сейчас вспоминаем свою самоценность и радуемся каждому дню жизни вот надеюсь кому-то сегодняшнее это видео было полезно кстати вот еще хотят сказать я еще решил сделать такой ну типа небольшой подарочек вам до честь того что мне исполняется 32 года я решил вам сделать скидку 32 тысячи рублей на два вот этих вот своих продуктов на вот этот и на вот этот вот если кому-то это будет интересно пишите по ссылочке оставлю там все контакты в описании есть еще много что вам сказать чем поделиться если это видео было полезно буду благодарен за обратную связь и давайте вот как в завершении вот этого видео вот три совета три итога из сегодняшнего видео это перестать обесценивать себя ценить то что у вас есть на сегодняшний момент и радоваться каждому дню своей жизни и четвертый совет перестать себя сравнивать с другим сравнивать себя только самим спасибо большое за внимание желаю вам удачи и увидимся на этом канале все обнял пока пока